В 1605 году после смерти Париса Баренова, жертвы по смерти московского бояра, на сторону сквознанца Горюшевского. Кто был венчим во царство, но уже в следующем году его купили. После смерти уже внукрия первого боярами был призван Василий Жильский. Немедленно началось сомнение, вылечившись в восстание Баларии. В 1607 году восстание Солярского. Некоторое время спустя Баларий Корпионов в этом году на исторической цели появлялся уже Баларий Корольф. Баларий Корпионов, в Москве, в поле с умастили. Не сумев взять, но самозвалиц стал лагерем у деревни Пышево. Интервенты решили поживиться богатствами, троицы Сергеевской лавы и в тысячи кратных пилых силах Афресов. Они сумели выбежать. Баларий Корпионов, в Польшу при поддержке княжеского литовства, уничтожила масштабную интервенцию. Особо стоило было героевскую оборудование. В тысячный гарнизон полтора года из-за того, что он полностью не был виноват. Защитники погибли почти все, когда говорили Смоленск, а после сражения по армии носили жюнскую активность в столице наших поживостей. И в этот момент самые сложные переломы для нашей страны. В момент, когда было захвачено сердце нашей страны, Москва, они могли потерять свой государственный судьб, поднимается волна. Сам народ становится на защиту княжного и безопасности. По краю нашу города наше странство за народное цель посвободиться, на немотые наземные заплачки. Не страдать русскую церковь, сожранить силу... Те нахуй, да? А, эти? Я-то откуда знаю. Я у него шарфик с письмою не прочитала. Странно. Ой! Мама дорогая! Здрасте какие-то! О, обау! Военного руководства пригласит князя Пожарства. Сражение подседаем вас в... Ой, я выматерилась. Извините. Ой, как страшно. Мама. Ой! Ай, он улыбается. Слушай, а чего он уже так? Алё! Ой! Мама дорогая. Ой, е-е-е-е. Слушай. Алё! Мертво лужи подняли. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Около 12. Алё! Сормица заменяется на... Не звучит. Ой, е-е-е. Ой, е-е-е. Ой, е-е-е. Слушай, а у нас не попадет во-первых, я боюсь. Алё! Что он кричит? Салют? Полю, полю. А, полю. Слышит. Салют. Ой. Алё! Ой, мама. Сражение заслугивалось практически два месяца. Палю! Два месяца, вот так вынесли. Салют. А, офигеть. Ох, е-е-е. Ох, е-е-е. Салют. А валяются-то поляки или кто-то? Все, кто-то ваших. А, все вместе пошли. Ох, опять, да е-е-е-е. Салют. Ой. Я ничего не понимаю. Почему те не стреляют, а только и... А, валяются. Вот это жесть. Вот он. Слышит. Ух ты. Ручками бросается. Лень. Валя! Сражение начать контрнаступление. Слышит шесть и полный раздражение. Слышал как? Слышит шесть. Слышит шесть. Оттуда поляки уже пушки. Даже на ней гордо столько салютов не было. Да. Слушай, ну красиво вообще, конечно. Красота такая. Слушай, ну... Алло! Ух ты! Это оглохнуть не нужно, да? А после была еще практически будет месячная осада. Сейчас на поле сражения... Ох, яхти! Алло! Он сдался. Лучка закончилась еще не вскоро. Ее отголоски продолжались еще с 1618 года. После этого момента, момент освобождения восход Rhodes и bonuses во время vibrating в сердце вашей страны Пишка! Пишка! В сложное время служили люди Сибирьи. Эти служения, как и ранее, постоянно доставляли достаточную гостю, чтобы помещение, приогнал, гораздо более, большая значительность для накопления и разнообразную документацию. Пишка! 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 Все, вот эти вот рогашины. Бедный татар. Смотри, смотри, из лука, из лука. Ой, он его отрубил, что ли. Боже, что он там делает? Ой, мама моя. Именно ужасно и стойкость второго народного облачения при обороне земляного города и улиц Москвы позволило отискровить войска противников, что закончилось полным взрывом боевых победных власти. Ура, друзья! Русские победили! Ура! Ура! Русские победили! Ура! Слушай, вот это да! Вот и представь, да, как это было. Молодцы русские! Да, видишь, стреляли, когда вот такими стрелами, они еще зажженные были. Видишь, у них падля намотана. Ага. Вот так кровава, длина, страшно. Прикинь, в сено такая стрела попали. Да. Конечно, сейчас кто? И сено раскидали. Немножечко игрок, немножечко представления. Но тем не менее даже... В костер себе. Даже в это представление, может, можно понять, насколько это были страшные драматические события. Ну, вообще, конечно. Ну, какой-то русский. Да-да. Ну, вот он рассказывает. Да-да. Вот толпа, слушай. Еще примерно час будут работать в нашей интерактивной площадке.